всем привет друзья с вами художник хеленши ну что после такого прекрасного прямого эфира который мы с вами провели я еще раз несколько раз его посмотрела уже сама и посмотрел на себя провела анализ и а также обратила внимание на то что за прямой эфир было очень много вопросов на первом месте конечно про галерею сач и на втором месте что очень даже приятно и актуально вас интересует вопрос какая живопись сегодня актуально но непосредственно и как галереи сач и в целом что сегодня продается что покупается что современные художники предпочитают сегодня рисовать изображать и так далее ну что я готова сегодня рассказать вам эту тему и вместе с вами провести анализ современного современной живописи и вы наглядно сможете посмотреть что же сегодня покупается что висит в дома почему именно дома дело в том что я подготовила для вас видео обзор где буду показывать интерьеры четырех стран мира и анализировать и рассказывать и объяснять что это за живопись почему она тут висит и вы можете наглядно посмотреть и увидеть что действительно на данный момент актуально и что вешают люди у себя в домах я выбрала для данного обзора 4 страны и на первом месте у меня конечно соединенные штаты америки дело в том что америка это молодая страна и эта страна современная соответственно в америке больше всего скопления современных художников для них там полное раздолье в америке очень много современных галерей очень много художников непрофессионалов и там как-то к ним очень лояльно относятся дают всем возможность реализовать и показать себя и соответственно в америке больше всего покупают такую живопись современную вот мы посмотрим первые несколько роликов современных домов в америке и увидим что же там висит и конечно же я по ходу буду делиться своими какими-то наблюдениями на втором месте я выделила восточную страну это будет дубай потому что дубай достаточно развивающаяся страна на данный момент мне было очень интересно что сейчас восток чем интересуется восток помимо золота и нефти какое какое искусство какая живопись на данный момент и очень очень нравится и что они покупать мы посмотрим один всего лишь дом и увидим там что находится проанализируем на третьем месте я выбрала азиатскую страну эта страна прекрасная я считаю что это просто космос какой-то мы будем находиться в сингапуре и посмотрим ну я имею ввиду виртуально и посмотрим апартаменты в сингапуре потому что сингапур это самый самый молодой современный город страна в общем не было очень интересно посмотреть что же висит там какая живопись да и на четвертом месте мы возьмем конечно европу но это не будет южная европа потому что с южной мне кажется все понятно там яркие цвета там безумные краски потому что природа южной европе это просто что-то восхитительное яркая сочная поэтому мы возьмем северную страну это будет норвегия мне очень захотелось посмотреть как северные страны украшают свой дом и какие картины вешают себе на стенах ну что давайте начнем обзоры и я сейчас переключусь на ноутбук и будем с вами смотреть и я буду вам рассказывать и делиться своими наблюдениями что я думаю про эту живопись и почему она настолько популярна ну что давайте начнем первый дом у нас это беверли хиллс калифорния смотрим на картины вот перед нами три картины это три постера в одинаковых рамах большого формата сразу скажу что плохо видно потому что все таки видео не про картины просто про интерьер поэтому просто смотрим и пытаемся понять и увидеть вот все картины если вы обратите внимание еще раз повторю в рамах и каждой картине своя рама вот если на дальнем плане мы видим картину сердечко там есть присутствует черный тона и рама тоже черная вот здесь вот у нас картина около кровати стиле скорее всего сюрреализма плохо немного видно но можно понять что к ней тоже подобрана рама золотистого цвета именно те цвета которые есть в этой картине вот здесь вот картина обратите внимание настолько маленькая но при этом у нее очень большая рама что тоже интересно смотрится сразу скажу что обратите внимание каждой картине своя рама это значит что под каждую картину подбиралась индивидуально рама именно поэтому когда вы продаете свои картины подумайте о том что все таки рама которая будет у вас на картине она может не подходить коллекционеру поэтому лучше оставьте это дело для него ну что мы плавненько переместились дом за 6 миллионов долларов тоже в америке и можем наблюдать здесь несколько картин и форматы вот можно увидеть здесь да такая картина скорее всего 50 на 40 без без рамы и и в 1 цветовая гамма очень кстати красиво картин как мы видим абстрактная картина причем наверное написано акрилом дальше мы видим спальню и здесь мы можем наблюдать такую вещь как два разных стиля до абстрактная картина здесь три основных цвет это серый розовый и коричневый дамы желтый с коричневым сочетать поэтому это можно сказать что как бы световая гамма сочетается и на стене у изголовья мы видим три постера здесь наглядно показано как можно совмещать два разных стиля и везде одинаковые рамы для постера и без рамы у нас картина и дальше идем можно чуть поближе рассмотреть сейчас будет точно такая же комната вот она точно такая же комната и посмотрите какая тут картину я имею ввиду спальня да и вот здесь такая картина очень красивая на мой взгляд классная следующая спальня здесь вы можете наблюдать три картины с этой стороны около зеркала или телевизора постер здесь такой цветочек и прекрасная картина здесь целая галерея картин плохо видно поэтому вот поближе немножко можно скорее всего это акрил мне кажется что это акрил а здесь сейчас мы услышим людей которые очень разбираются в современном искусстве и посмотрим на картин везде вот такие вот картины здесь уж бешеные деньги на нас ну что смотрим дом нью-йорк нью-йорке townhouse и тут мы обратим внимание на всего одну картину она просто огромная на целых два этажа и что примечательно она скорее всего создана из нескольких полотен сейчас нам ее должны показать вот она посмотрите огромная картина на два этажа на первый второй из и она склейки однозначно можно даже немножко разглядеть склеечку так ну что перемещаемся перемещаемся в дубае здесь не так много конечно но есть что не то что и что посмотреть просто понаблюдать на дубайский интерьер и понять что с живописью здесь так немножко вот она совсем чуть-чуть ее видно абстрактная картина вот еще одна картина вот в таком и еще одна картина это все абстрактно цены так и еще один дубай здесь у нас вот такая вот картина скорее всего больше похож на импрессионизм достаточно интересно а вот фотографии коллажом очень мечети красиво смотрится вот эта картина просто меня очень понравилось посмотрите как она хорошо сочетается с дизайном спальни и мне кажется что она специально написано то есть ее под заказ писали потому что это очень круто эти цвета и но эта находка либо нашли эту картину дизайнеры ну это здорово так это прекрасная картина она прям писалась интерьер так ну что мы перемещаемся в сингапур здесь все очень не так много дело в том что азиатские страны они все-таки больше любят сады у себя дома нежели живопись поэтому здесь всего лишь будет одна вот такая картина нежная достаточно конечная и и еще одна будет картина вернее две вот мне кажется это пикассо очень похоже на его стиль кубизи и вот здесь такая картина так ну и мы перемещаемся хорошо квартира апартамента в норвегии здесь все очень просто тут всего лишь три картины которые есть в апартаментах потому что все таки скандинавские страны они уют создают очень лаконичный вот можно посмотреть две картины в одинаковом стиле в одинаковом формате и в одинаковом цветовой гамме но немножко изменен рисунок и еще одна такая же будет картина висеть над зоной еды то есть где кушают кухонная зона вот поближе можем посмотреть это цветы и кстати она подписана на художницу она с америки и вот она пишет такие вот картины может быть это даже ее картина вот сейчас мы посмотрим зону столовую вот здесь тоже картина вот вот смотрите еще одна картина ну что друзья вот такой вот обзор у нас с вами получился или не получился конечно пишите комментарии задавайте вопросы может быть вас интересуют другие страны на которые бы я сделала обзор и мы посмотрели сразу скажу что конечно видео которые я находила и на эра просматривала нигде нету такого чтобы прям снимали картины поэтому очень сложно в этом плане но я думаю что суть и вообще все что мы с вами увидели понятно какая живопись висит можем сделать вывод на первом месте это большие форматы однозначно второе место это абстрактная картина они выполнены как масло акрил есть акварель и третье чтобы я выделила это конечно постеры принты фотографии потому что ни один дом который я не смотрела не обходится без фото черно-белых в раме и так далее и что касается оформления своих работ конечно покупая живопись от 1000 долларов покупатель прибегает к услугам дизайнера либо он сам понимает какую равную на то поэтому он подбирает уже после того как увидит наглядно ту картину которым он купил поэтому лучше в раме все-таки не не продавать и не заморачиваться потому что это стекло это больше переживаний отправить это чтобы это не раскололась не разбилась и дошло до купать и ну и потом если это формат 100 на 120 я думаю что это очень дорого в раму вставить и так далее вот даже что касается картин как я написала на бумаге я купила в икее за 2 евро сейчас я вам покажу я купила в икее за такую вот раму это не стекло пластик и вставила сюда вот картину рома это недорого и я сама смогла подобрать к ней поэтому спокойно можно подавать вот такие картины на бумаге и коллекционер покупатель сам подберет себе нужную раму в общем экспериментируйте вы можете сами искать и смотреть как дома интерьеры и понимать что сейчас вас требует с вами как всегда был художник хеленджи я думаю что я смогла раскрыть тему современную живописи актуальной живописи что продается что покупается и жду лайков комментариев и подписок на мой канал ну что желаю вам вдохновения и самое главное не бояться не бояться экспериментировать на тонна современная живопись пока пока